всем привет середина июля нас вегас у нас уже стоит течащая жара под 45 градусов решили мы съездить в кемпинг на пару дней с трейлером забрал я трейлер на прошлой неделе из гаража где он обычно припаркован поставил здесь в нашем поселке удобно делать это рукой в нашем поселке поставил его уехал на работу вчера вернулся поздно вечером с работы что сегодня за трейлером не ездить он уже стоит у нас здесь на общей площадке такой разрешает на пару дней поставить вчера включил днем холодильник на ночь надеюсь он охладился сейчас пойдем забирать привезем домой загружим продукт загрузим продукты и поедем в кемпинг жена за два дня пока меня не было загрузила все что нужно в трейлер и подцепимся загрузим продукты залью я воды немножко что можно было пользоваться во время движения туалетом для детей и поедем знаем так что поехали с нами вот и все мы уже в дороге запаковались продуктами осталось нам ехать два часа 45 минут небольшой трафик смотрите меня обгоняет какой сетапчик двухкомнатная квартира трейлер и плюс еще трак кемпера в него стоит приколист мужик классно придумал и большой трафик в лас-вегасе у нас тут ремонтируется дорога поэтому здесь немножко по постоять наверное но ничего 2 часа 40 минут будем на месте едем в штат юта на север от лас-вегаса заин национальный парк там будет наверно жарко сейчас на улице нас жарко 108 градусов это немножечко за 40 42 наверно где-то так но посмотрим как там мы хотели пойти про пройти по речке там будет речка идти через каньон и она вот достаточно холодная вода и по ней можно просто идти как по тропинке что едем на две ночи вот мы уже выехали из города простая такая трасса 15 дорога интерстейт между штатная спокойно катимся 70 в час ограничение здесь 75 но я не хочу ехать быстрее во-первых с трейлером асфальт очень горячий уже несколько видел машин не хлопнули колеса у нас все хорошо накачано все почти так как надо так что сидим осталось ехать два часа семнадцать минут кушаем беляши домашние добавим чаёк путешествие продолжается приезжаем мы к северной части невады последний городок называется москит вот проезжаем съезд на него после этого будет немножечко аризона и сразу юта начинается остается всего час 33 мотор работает хорошо прохладно несмотря на то что температура уже сто двенадцать градусов вот мы езжаем москит очень много домов на колесах и туда и обратно к вид конечно немножко подпортил это я эту индустрию все побежали покупать себе дом на колесах до сих пор на них ездит сложно найти место на стоянке даже вне сезона но нам удалось найти на два дня так что два дня едем как у вас дела ребят сейчас будем въезжать в каньон постараюсь снять там будет из видится и такая дорога красивая очень вот мы уже въезжаем в аризону немножечко совсем аризона вот сейчас начнется каньон по каньону идет аризона и потом уже начинается юта убежать в в в Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И отсюда по 9 дороге будем двигаться в сторону Парк Зайн Осталось 45 минут или 32 мили У меня пол бака Все равно заправимся, потому что в парке будет очень дорогой бензин Дизель в этом городке можно хорошо заправиться Красивый этот городок Такие скалы, горы вокруг И, конечно же, въезд в один из знаменитых парков Зайн Прямо рядом Буквально 20 минут это там Так что у нас многие на нашей работе, многие пилоты живут здесь И два с половиной часа в Лас-Вегас ездят на работу Красивое место Сейчас начнется сам городок Пока мы только на подъезде Сейчас заедем, заправимся Нашел я дизель 389 Это лучше цена, чем у нас Самое главное, что мы тут не зацепили ничего Вроде достаточно высокий потолок Встанем так с краешку Должен быть дизель Да, есть Заправимся сейчас Не такие плохие цены здесь, Юта Сейчас сделаем небольшой обход Посмотрим, все ли у нас нормально Проблема небольшая Ступенька перестала убираться у меня с правой стороны Ощущение, что шарниры вот эти Может быть нужно смазать Надо помогать ногой Иначе она возвращается Мотор чувствует сопротивление И возвращает ее обратно Как у нас здесь дела Все Держится Дверки закрыты Колеса накачаны Потрогаем сейчас, наверное Ух, горячие Да, тормозил сборки Колеса горячие Все-таки открывается У меня здесь снизу Вот это покрывало Как я его не заклеивал Сколько я ленты на него не тратил Нужен делать какой-то Капитальный ремонт Все-таки Сейчас попробую присобачить его В общем, не знаю Сейчас я попробую лечь на асфальт Отъеду от заправки У меня есть Подстилка Потому что очень жаркий Асфальт горячий Попробую приклеить еще раз Нужно, наверное, заклепками Какими-то ставить Или Зашить Еще что-то Но надо Придумать Вариант Это, конечно, не подходит Здесь дела Все Справили сейчас поедем Ну вот и выехали Мы из этого маленького городочка Осталось всего 25 минут 26 минут ехать Крутой подъем Наверх И потом уже По этой девятой дороге Будем ехать До самого парка Практически на месте Время Сколько времени? Тоже 3.30 Нормально Еще полдня У нас здесь будет Полазить Мы уже подъезжаем К национальному парку Козаин Он практически весь Находится в таком ущелье И Окружен Красивыми Очень Скалами На них можно подниматься Много Разных тропинок есть Вначале Самого парка Будет городок Называется Сприндейл Там мы остановимся Там будет кемпинг И прям В Сприндейл Находится уже Вход в парк Там можно По парку ездить нельзя Туда въезжаешь Там сразу Парковка Нужно сесть на автобус Там у них ездят Такие автобусы Бесплатные По всему парку Эта дорога продолжается В самый тупик каньона И по этой дороге На автобусе уже едешь И выходишь На какой остановке Тебе надо И на каждой остановке Куча разных тропинок Можно полазить По горам Можно спуститься Еще куда-то Зайти в какое-то ущелье Что Мы примерно знаем Куда нам надо Мы здесь уже не первый раз Хотим пойти В самый конец каньона Где начинается река И по реке пройдемся Вот мы уже въезжаем В парк Первые скалы Виднеются Вот эти острые Пики Их называют Watchmen Или Часовой Часовые То есть они как бы Охраняют вход Фигуры такие Каменные Как будто Часовые Охраняют вход В парк По индейской Индейской Легенде Начинается городок Спрингдейл У нас с работы живет Один парень В этом городке Ездит 3,5 часа На работу Очень ему здесь нравится Дом ему достался По наследству От бабушки А малюсенькие Эти домики Они все за миллион долларов Просто потому что Такая локация Кто-то строит Что-то Новее Кто-то Валит Покупает за миллион Валит старое И Строит свое Очень Очень дорого Здесь Малюсенькие Кибитки Вот такие Потому что Просто Недвижимость Здесь не купить Старый город Когда-то Лет 200 назад Никому здесь Ничего не нужно было Сейчас это Туристический Конечно Хадспот Можно так сказать И он И он говорит Что Конечно Из-за туристов Ему здесь Не нравится Ну Нравится Но и туристы Конечно Постоянно Постоянно Китайские автобусы Останавливаются Вываливаются Оттуда Куча туристов Водят Все Фотографируют Магазины Все полные Заправка В очереди Конечно Вот так Жить В туристическом Городке Те, кто живут На курорте Наверное Понимают Даже у кого-то Сад есть Что-то растет У них там У каждого Дом на колесах Если надо Поехать куда Гораздо больше Становится Новеньких домов Люди Все-таки Скупают Старинные И Строят Под себя Потом Открываются Красивые Виды Какая вилла У кого-то Замок Построился Мы уже Подъезжаем Кемпингу Красота Конечно Грэнд Каньон Когда едешь В Грэнд Каньон Там Ты находишься На самом верху И ты Спускаешься Вниз Чтобы увидеть Всю красоту Ну или сверху Смотришь А здесь Ты наоборот Въезжаешь Вниз Находишься Внизу В глубине Каньона И можно Подняться Наверх Чтобы увидеть Это сверху То есть Это как бы Грэнд Каньон Только Наизнанку Вот эти автобусы Которые тут Катаются По всему городу Бесплатно Мы именно Воспользуемся Можно доехать До парка А в парке Уже пересаживаешься На внутренний автобус Который там Везет Внутри Подъезжаем Уже к парку Осталось Три минуты Не к парку А к паркингу Тут продаются Какие-то Драгоценные камни С местных гор Которые Мы даже Один раз Купили У нас где-то Хочешь купить Еще один Хорошо Купим У нас стоит Где-то Такой камень Уже дома Драгоценный Не знаю Насколько он Драгоценный Но Так Давай не будем Превышать Чтобы нам Штраф не дали Где-то уже близко Знакомо Тут где-то Был такой ресторанчик Вкусный Барбекю Там было Хочешь пойти Хочешь пойти, да, Лука Мороженое здесь вкусное Продается тоже Мы знаем Кафешка небольшая С мороженым И кофе тоже Классный По утрам Давно мы здесь не были На лет пять Не пять, наверное Четыре года Не были мы здесь Ну, в общем, не были Ну, да Здесь раньше был магазин По-моему Продуктовый Куртовый? Да По-моему, единственная Супермаркет Мы проехали Ну, нужно повернуть Сейчас будет направо Называется Зайн Кенниен Кемпграунд Там, по-моему, даже Отер есть рядом Скорая помощь Я думаю, много людей Перегреваются При такой температуре На улице Вон, всего 102 градуса В Лас-Вегасе было 112 Так что нормально Где-то 40 Что почти приехали Сейчас подождем Найдем Зарегистрируемся Была всего одна Одна площадка была всего на два дня здесь Мы хотели два дня остановиться И эта площадка Очень маленькая для нас То есть, впритык мы поместимся Даже не знаю, будет ли Куда поставить грузовик Потому что Они сказали Если не будет То Вам придется Парковаться за деньги Где-то Ну, вот она и наша Парковочка Кемпграунд РВ Парк Заедем Ид сюда Да, здесь Видна регистрация Говорят Заезжайте сюда Сюда И заедем Как ты могу Субботы кататься? Не, а пока На велосипеде Мы будем кататься В другом месте Там будет тропинка Я сейчас здесь встану Тут зарегистрировался Видно Зайду в офис Здесь там стоят Домики на колесах И пойдем Искать нашу площадку Все, зарегистрировался я Перемедь кладем сюда Дали нам карту Сейчас будем разбираться Тут у них небольшой бассейн Кибетки, кибетки Сказали машину Можно припарковать Если не поместится На нашей площадке Площадка 35 футов А наш трейлер 31 Поэтому в машину Можно и поместиться Мы сказали Можно поставить вот здесь А когда я звонил Сказали Придется платить отдельно Видно Хотели просто меня Это Обмануть Она сказала Просто паркусь И здесь И все нормально будет Какие избушки Под рент Продолжение следует... Можно отключить Чтобы она не болтала Посмотрим Что у нас здесь Нам нужно сейчас Направо немножко Да? Мне очень нравится Парк Нравится? Парк Мне не нравится Потому что они здесь Очень близко стоят Друг к другу Ну что тут вид Смотри Ну вид Да Ну там где Побольше места Там тоже вид Просто туда Невозможно залезть Потому что здесь Сто долларов в ночь А там тридцать Поэтому там Невозможно Зарегистрироваться Вообще Ну бог с ним Нам всего две ночи И мы за стол встанем Так смотри Перед нами Какой-то театр Или что-то Куда нам надо ехать? Прощадка Все правильно Да Смотри Какие тут А7 справа Вижу Где-то А7 Тут кто-то проезжает Нет? Не видишь Так Тут нам надо Не ошибиться Потому что Одна уходит налево Другая уходит направо Нам надо Вот эта штука Это она, да? Ага То есть нам сюда налево Конечно, если мы ошибимся Можно развернуться Справа будет И теперь по правой стороне Ее держать, да? Ты посюда Ну давай так и сделаем Тут ринтованный Наш номер 21 А21 Или Е21 Е21 У нас такие соседи Смотри С таким ретро-трейлером Давай Ищем Е21 Я встал левее Подальше Чтобы заехать Ну вот, скорее всего Вот это место Свободное Одно Тут деревья Конечно Деревья Кругом Давайте остановимся Посмотрим Что у нас здесь Есть Очень узкие места Здесь Но В принципе нормально Мы у трейлера Сидеть не будем Мы будем все время Чем-то заняты Нам нужно просто Встать И спать Вот наша площадка Е21 Да, это наша площадка Конечно Ветки Очень низко Сейчас Как-нибудь Залезем Здесь Это вода И электричество Есть Даже 50 ампер Что Даст нам Возможность Гонять Два кондиционера Очень хорошо Канализация Вода Сейчас Сейчас я так вот заеду Конечно Не очень хорошо Что вот эти ветки Будут мешать Но ничего Спасибо за субтитры Продолжение следует... 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 так вот уютно на улице все еще 94 градуса в доме уже 69 переведу на цельсию с кому надо посмотрим сколько это это что такое здесь по моему на улице 34 в доме уже 20 шикарно работает оба кондиционера спальный дополнительным ну выключим чтобы не шумел а также идет воздух сюда из этих отверстий которые присоединены к основному кондиционеру который здесь он тише так что мы будем им пользоваться ночью 2 выключен воздух идет везде через отверстие здесь и дела готовы ночевать утро следующего дня часов девять проснулись позавтракали приехал электрик поменял розетку теперь мы воткнулись туда куда нужно соседи уехали воткнулись на свою сторону хорошо это дерево загораживает солнце с утра во всяком случае сегодня пойдем тропинку которая идет по прям по реке сперва тропинка потом входит в реку там мелко можно идти прям по реке периме специальные такие водяные кроссовки и всем остальным тоже прям по этих кроссовках можно идти по по реке зайдем в кафешку по пути выпьем кофе и в поход как ваш смуты ребята сантин рать так сделай пушка а ты не саня не могу никак налюбоваться этими скалами или кольцом каньона тут у них туалет душ общественность надо помыть какие-то с какую-то посуду для тех кого палатка и той холлеры у нас стоят здесь и видите видно видно мотоцикл трехколесный возит за собой и вот где джип час назад подает очень модный это все стоит тифон аллегра бас он где-то 1700 стоит может быть и миллион там вот люди просто в палатках ориентованные автобусики маленькие мужика палатка просто на на рапторе стоит на ford 150 то есть все по разному каждый на что способен но здесь как бы все равны и это прикольно вот мы выезжаем из городка спринг-дэйл сейчас видим сам парк заян здесь пропускная как я показывал в предыдущем видео у нас есть карточка которая нас пускает во все парки в стране за 80 долларов год очень выгодная карточка нас так вехать стоит около 35 каждый раз здесь находится еще пару кеппингов внутри парка но мы попасть на них не смогли потому что все хотят туда на одном нет электричества вообще летом там будет плохо без кондиционера на втором 30 амперов то есть только один кондиционер мог бы работать хотел я вас прокатить ребята по туннелю здесь прикольно очень туннель он идет выходит из парка на восточную сторону парка и виляя прям входят в гору и внутри прям горы поворачивает направо налево по моему где-то полтора мили едешь в туннеле он очень узкий и сказали так как у нас парка сейчас сказали на проходной раз у вас парка то вы не можете туда въехать сами вам нужен эскорт то есть они закрывают воли полосы и только тогда вы можете проехать а для этого необходимо заплатить 15 долларов один конец то есть нам надо просто туда и обратно я хотел просто снять на это стоило до 30 что просто проехать по туннелю вот так вот со спаркой ограничения с трейлером с нашим и там никогда не проехались потому что он узкий он низкий очень невозможно наш трейлер не помещается в общем поэтому мы там никогда в принципе не ездили с трейлером просто так грузовики но на этом бесплатно не прокачиваться сейчас найдем автобусы поедем дальше тут стоит макет каньона заин мы находимся где-то в начале отсюда начинается дорога изображена черным и красным синим это река вот здесь подъем в туннель которыми я говорил эти дорога виляет виляет уходит в туннель уходит на той стороне да мы не поедем так продолжая по каньону вот здесь находится наша . куда мы идем последняя остановка 12 и здесь уже дальше идешь по реке самый узкий каньон вот это называется английская посадка angel's landing и поднимаясь сюда по каньону вы переходите на ребро и по очень узкой тропинке буквально в толщину где-то полметра вы поднимаетесь на скалу сюда отсюда видит вид открывается очень красивый очень часто падают отсюда люди где-то 6 10 человек в год падают там натянуты цепи можно держаться рукой за цепи мы поднимались сюда раньше это observation point называется вот таким образом мы виляли и поднимались прямо сюда наверх но это где-то 8 километров в один конец вот так вот и также это называется hidden canyon то есть спрятанный каньон и сюда тоже есть подъемы надо идти на цепях то есть на стене буквально натянута цепи и маленький такой маленькая жердочка вы как бы по ней идете опасное место тоже падают люди здесь так выглядит заян каньон с детьми мы конечно лазить нигде не будем мы лазили вдвоем когда нас было двое но на angel's landing мы не так ни разу не поднимались потому что здесь я видел на видео смотрите в youtube видите angel's landing выглядит конечно не очень не очень хорошо мы едем в этом автобусе двойном уже машины не пускают все кто хочет их тут полиция разворачивает и полиция парк рейнджер искать только автобусы и велосипеды и теперь он сказал в только сейчас объявляет водитель сказал что 40 минут ехать до конца каньона на этом автобусе они делают несколько остановок вот тут написано на каждой остановке полно тропинок по которым можно куда-то сходить подняться спуститься там течет река саш как тебе здесь начинается вот этот трейл тропинка которая поднимается вот люди идут там видно и вот так вот по спине поднимаешься на самый верх знаменитая посадка ангелов или ангельское гнездо можно сказать наверное вот здесь вот очень много скалолазов если хорошо в бинокль посмотреть их видно как они ползут по веревкам туда наверх очень популярные места особенно вот здесь вот по этим щелям поднимаются у них у каждого подъема есть свое имя и те кто скалолазы знают приезжайте со всего мира чтобы залезть вылезти из каньона наверх последний автобус сказали уходит отсюда в 8 8 15 вечера если вы не успели то вы ночуете здесь на улице конечно жара мы сейчас перед тем как идти по тропинке здесь можно зайти окунуться в реку вода холодная почти подскользнулся так можно окунулся сейчас и будет прохладно идти не так жарко сашка гала как у вас дела пить хочешь хорошо ребят домашняя белка давай дедушка осталось немного людей люди идут с мокрыми ботинками значит осталось немного да если у людей у людей мокрые ботинки кроссовки значит осталось чуть-чуть когда увидишь люди в мокрых штанах значит вообще уже рядом будем по реке идти сейчас зонтиком чтобы это ох какой навес не отвалится он пока будем идти под ним иди иди это просто вода с горки счет выпишка зеленочком станешь и конечно и 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 цветет, мох везде, кто-то устал тоже, плачет как наш Костик. Саш, ты молодец, идешь и идешь. Где мама? Мама где-то застряла. Все, тупик, дальше поезд не идет, дальше по реке. Палочку став перед собой, Саш, чтобы не подскользнуться и держись за нее. Вон за лукоиди. КОНЕЦ Сколько же здесь народу в среду, а вернее в четверг. А выходные, наверное, здесь и в праздники не пройти. Ну да, холодная, конечно. Поехали! Поехали! Тебе я. У-у-у! 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 Ты тоже хочешь, Саш? Давай, со мной проплывешься. У-у-у! Ты тоже хотел поплыть? А не холодно будет тебе? У-у-у! У-у-у! Колбасу хочешь? Ну, сейчас дадим. Вот так вот эта тропинка идет несколько километров вглубь каньона, где там становится так узко, что плечами можно касаться двух сторон стен. И постепенно можно с помощью этой тропинки вообще выйти из каньона на самый верх. Но это занимает примерно два дня. Для этого нужно специальную лицензию покупать, идти с палаткой. Там, по-моему, всего несколько паладочных мест. Поэтому ты забронируешь как бы палатку с этой лицензией, бронируешь место, со своей палаткой идешь, ночуешь и поднимаешься, потому что занимает это два дня. А там уже можно оставить машину свою, чтобы потом оттуда ехать. Но это для взрослых. Наша банда так далеко не зайдет. Небольшой перерыв. Пойдем обратно. Так, здесь уже глубоко, да, Костя? Тебе хорошо? Да, у тебя ножки тоже мочатся. Саша, тебе удобно? Тебе тоже уже здесь по горлышку. А ты вплавь, да? Ну давай, по левой стороне здесь легче идти, смотри. Ох, как холодно. Но классно. Но холодно. Сейчас выйдем. Костя, не кричи. У тебя задница уже в воде, наверное? Нет. 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 Окей, здесь лучше рука. Глубокий участок. А где мама Саша? А, вон. Саша, тебе удобно? Мама тебя несет? Да. Мама тебя несет? Ха-ха-ха. Чем глубже мы идем, тем меньше людей. Чем глубже мы идем, тем меньше людей. Это туалет. Саша, я иди сюда в туалет ходит. Прикольно. Белка, привет. Домашняя Белка? Как дела? Не трогай. Хочешь кушать? У меня колбаской пахнет, да? Ты хочешь кушать? Ты такая дохлая, да? Служи. Белка, иди сюда, служи. Ну вот и заканчивается наш поход по ущелью. Возвращаемся назад на автобус. Сейчас сядем, доедем до Розовика. Там у нас лежат велосипеды. Сядем на велосипеды, переоденутся дети. Наверное, высохнут, даже не надо переодевать их. Есть такая тропинка вдоль каньона, где можно просто на велосипеде ехать. И все. Завтра домой. Очень много иностранной речи мы слышим здесь. Немецкая, французская. Но французская могут быть канадцы. Да, канадцы, скорее всего. Французскую, даже венгерскую я слышал. Испанскую. Даже русских я слышал несколько раз. Спросили, не тяжело для меня нести костика сзади? Не, говорю, не тяжело. Это уже третьего я вынашиваю по этим горам и ущельям. Красота, конечно, здесь вечная. Вон написано «белок не кормить». Потому что может быть вот так. Привет. Саш, ты управляешь автобусом? Тебе так хорошо получается ехать, да, Костя? Да. А педали крутить не надо? Можно не крутить? Можно крутить. Ну, покажи, как ты крутишь педали. Молодец. Так это ты рулишь или мама? Я. Вот и походит к концу наш второй день. Завтра едем домой с утра. Решили пройтись по вот такой самой простенькой тропинке, которая как бы идет из города, из этого городка, прямо вот туда в каньон. Несколько остановок, можно на велосипеде просто проехать. Дети поехали вперед, мама сзади с маленьким потихоньку догоняет. Здесь кемпинг, но дикий такой, без электричества, без воды. В основном палаточники, но также встречаются и дома на колесах. Здесь очень дешево, по-моему, 20 или 25 долларов в ночь, но без каких-то услуг. Здесь сбоку у них небольшой пляжик. Кто-то купается в речке. Красота. Сейчас прогуляемся до заката немножко, вперед-назад. Пойдем поедим мороженое. Покушаем, мама. Нас приготовила пельмени и холодец. Завтра с утра встанем, все сложим. Выпьем кофе, поедем домой. А на следующей неделе планируем поездку на нашу гору, которая возле Лас-Вегаса. Уже зарегистрировали кемпинг на два дня. Там будет прохладно. Отдохнем от жары немножко. Небольшой пикник. Друзья подъедут тоже. У них нету дома на колесах, но они хотят купить. Берут иногда в рент. Но в этот раз они просто в палатке с нами переночуют. Так что будет, наверное, второе видео. Ну что, получается, ребят? Съездил бы, мама посмотрела где, а то давно ее не видно уже. Возвращайся, ладно? А я с тобой пойду. Школа начинается с 7 августа, что было как бы шоком для нас, потому что мы были на домашнем обучении. Сейчас первый раз решили пойти в школу. Старший пойдет в 3 класс. Пойдет в 1. Так что начинается с 7 августа. Вообще непонятно почему. Так рано. Тормозами. Вот молодец, Саша. У меня как раз отпуск с 6 августа до конца августа, да еще полсентября, 5 недель. Так что я думал как раз куда-то съездим. Длинный поход, но из-за школы придется возвращаться. Так что ничего, потом еще съездим. Такая получилась поездка. Красота. Здесь когда-то у кого-то возможность приехать в Зайон парк. Рекомендуем. Бывали почти во всех национальных парках в Штатах. Это один из самых красивых. Даже красивее, чем каньон. Великий каньон. Там находишься сверху. А здесь как бы внутри. Туда, там, чтобы спуститься вниз, нужна целая экспедиция, целый день. А здесь уже, пожалуйста, вот так все.